Я хочу вам показать, какие бывают гидрокостюмы для подводной охоты изнутри. Давайте посмотрим. Разберем с вами один из гидрокостюмов. Делать это не так уж просто, так как костюм состоит, как я сказал, из открытой поры, и его тяжело одеть без шампуня. И также достать оттуда вешалку. Данный гидрокостюм, как мы видим, состоит из двух частей. То есть первая часть – это штаны с лямками, которые сначала вы одеваете, после чего уже идет куртка. То есть сначала вы одеваете штаны, потом одеваете куртку. Но также есть и второй вид гидрокостюмов для подводной охоты. Который идет у нас полуштанами. И также идет такая же куртка. Какие есть плюсы и минусы данных гидрокостюмов? Охотники, которые долгое время занимаются подводной охотой, перешли уже на гидрокостюмы полуштанами. С чем связано? Когда вы плаваете долгое время, это может быть 3 часа, 4 часа, 5. У каждого человека есть естественные потребности. И профессиональные охотники переходят на уже короткие штаны. Так как если охота осуществляется в холодное время, например, это может быть 5 градусов, 10 градусов, вам нужно оперативно раздеться и сделать необходимые вам процедуры. Так что многие выбирают данные костюмы, но вы ни в коем случае не думайте, что данный костюм будет держаться хуже. Он также стоит из открытой поры и облегает тело очень хорошо, и ни в коем случае костюм не слетит с вас. Тем не менее, если вы настаиваете на примерке гидрокостюма в магазине, есть такая возможность его померить, костюм с открытой порой. Для этого существует необходимость его вывернуть на изнамку. То есть зайдя в примерочную, желательно предупредив об этом продавца-консультанта, вместе с ним вывернуть данный гидрокостюм, вывернуть штаны, вывернуть куртку, и, в принципе, не спеша, легким движением можно его одеть на себя и посмотреть, насколько комфортно вы в нем себя будете чувствовать. Как я уже сказал, хороший гидрокостюм должен сковывать движения на суше, так как если гидрокостюм будет сидеть очень свободно на теле, и одев его, у вас будут определенные складки, это в таком гидрокостюме очень быстро замерзнете, потому что в данных складках, если вы оденете, у вас на теле будут складки на животе, на ногах, в костюме будет гулять вода. Соответственно, такую воду, такое количество воды вы не сможете прогреть своим телом, соответственно, после этого вы замерзнете. Гидрокостюм Одев гидрокостюм, вам будет казаться, что он вам мал, он будет сковывать ваши движения, вам в нем будет дискомфортно, но если вы были в специализированном магазине по подводной охоте, вам выбрал его квалифицированный продавец, то будьте уверены, он так должен сидеть, постепенно вы привыкнете. Когда вы его оденете, это может быть либо на охоте, либо дома, зайдя в душ, как только гидрокостюм намокнет, вам сразу станет комфортно, то есть вы сможете уже спокойно делать какие-то движения, вам будет в нем тепло. Что вы должны также знать о гидрокостюме? Что он начинает работать только тогда, когда гидрокостюм попал в воду. Пока в воду он не попал, вам будет холодно, поэтому существует такая же ошибка, что многие приезжают на охоту в холодное время, одевают гидрокостюм, и им будет казаться, что сейчас им будет тепло. Но это не так. Пока костюм не попал в воду, он не будет работать. Обязательно также после охоты вы должны, если это соленая вода, хорошо промыть гидрокостюм в пресной воде. Можно мыть его с внутренней, с внешней стороны, в принципе, определенных критериев нет. Есть определенные моменты по сушке гидрокостюма. Нельзя сушить гидрокостюм на солнце, лучше сушить его в тени. Можно использовать любую вешалку. Что касается хранения, гидрокостюм лучше хранить дома, в темном, не солнечном месте. Это может быть шкаф, это может быть что угодно. В принципе, не критично. Но ни в коем случае не используйте батареи, микроволновки и прочие вещи. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать про гидрокостюмы. Желаю вам удачного выбора и не замерзайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!